Некоторые считают дихиру неприхотливым растением, а другие твердят о сложностях в уходе. Давайте попробуем рассмотреть все тонкости выращивания дихиры и сделаем свои выводы. Дихиры это многолетнее растение с вечно зелеными листьями величиной 5-10 см в диаметре. Листьев много, между узле короткие, поэтому образуется круглая розетка. Листья являются главной декоративной ценностью этого растения, так как имеют различные варианты окраски. Темно-зеленую, красную, оранжевую, желтую, коричневую, бордовую, серебристую, фиолетовую, серебристой паутинкой или серебристыми пятнами и прожилками. Бывают с бежевым или белым крапом. И почти ежегодно появляются сорта новинки с различными декоративными качествами. Корневая система довольно слабая, расположена в верхних слоях почвы. Цветоносов много, они появляются в разное время, поэтому цветение дихиры продолжительное. Цветы колокольчики собраны в метельчатое соцветие. Каждый кустик дихиры в течение летнего сезона меняется постоянно. Нарастает большое количество листьев, дочерних розеток, многочисленных цветоносов, меняется и окраска листьев. Некоторые сорта дихиры меняют 3-4 окраски за сезон. Одной из особенностей дихиры является ее быстрое старение. Поэтому растения нужно будет периодически, раз в 3-4 года омолаживать. Делают это в мае, когда уже появились новые листья, но еще не началось цветение. Растения выкапывают, делят на части и высаживают заранее подготовленные лунки. Поскольку корневая система у дихиры поверхностная и слаборазвитая, дихиры не выносят ни засухи, ни застой воды. Из-за этого низинные участия для них не подходят. Дихиры не выносят летнего застой воды, хотя нормально справляются с весенним подтоплением. Кроме хорошего дренажа, грунт в лунке должен быть достаточно влагоемким, легким, воздухопроницаемым. На тяжелых глинистых почвах обязательно вносить перегной, древесную залу, песок, перлит. Органические и минеральные удобрения нужно вносить в половину меньше, чем обычно для других растений. Важным моментом является освещенность. Для большинства видов подходит как солнечное место, так и тень. Освещение влияет на интенсивность цветения, яркость листьев, сочность окраски. Ну и как всегда идеальным местом будет, конечно, ажурная полутень. Ну и теперь давайте оговорим основные правила ухода. Ранней весной, как только сходит снег, дихиру лучше полить теплой водой, обязательно притянить, чтобы она не подибла от иссушения. Почву взрыхлить и посыпать тонким слоем компоста или перегноя, замульчировать. Если вы дихиру высаживали в хорошо подготовленную лунку, то достаточно будет весенней подсыпки перегноя, так как избыток удобрений может привести к заболеваниям. Молодым растениям подкормки при посадке хватает на два сезона. По мере отрастания новых листьев старые нужно постепенно удалять и подсыпать свежие земли к основанию куста, чтобы розетка не выпирала. Такая подсыпка земли к основанию куста, особенно осенью, и будет считаться утеплением растения в зиму. Ну что, друзья, вы, наверное, поняли, что ухаживать за дихирой очень просто.